Обветшалые, баскетбольные кольца, ржавеющие турники и покрытие из мелкой крошки. В таком состоянии уже не первый год находится спортплощадка во дворе домов на Советской 14 и 16. Проект благоустройства этой дворовой территории участвует в конкурсе инициативного бюджетирования «Вам решать». Голосование, которое стартует в марте, определит, появится ли в районе этих домов новое, удобное и комфортное пространство. В то же время основная задача – это реанимировать эту площадку, сделать травмобезопасное покрытие, чтобы она была ограждена, чтобы дети играли в различные игровые виды спорта. Волейбол, футбол, мини-футбол – это уже, как говорится, по желанию. И, соответственно, будут несколько игровых зон для детей разного возраста, то есть от 2 до 7 и от 7 и выше. Это все будет соединено с помощью различных дорожной сети. И вдоль улицы Советской, если вы обратите внимание, здесь нет ни одного нормального спуска для колясок. Здесь будет построено новых 4 спуска, как лестничные, так и для молодых мам, которые гуляют с колясками. Также в проекте благоустройства дворовой территории предусмотрено расширение проезжей части в трех местах для парковки автотранспорта. Сейчас инициативная группа работает с жителями, собирает подписи «За» и «Против» появления во дворе новых парковочных мест. Теперь только активность горожан поможет реализовать этот проект. Хочется обратиться сейчас к жителям не только нашего двора, потому что это же проекты все-таки общегородские. Житель, даже живя не в этом дворе, но понимает необходимость, что в этом дворе такая прям острая необходимость данного проекта, реализация данного проекта существует. Они могут спокойно принять участие в онлайн-голосовании, которое будет уже с 1 марта происходить на сайте. У меня на страничке ВКонтакте вся информация есть. И оттуда можно спокойно проголосовать за этот проект. В плачевном состоянии находится и детская площадка по улице Юности в районе домов 5-3, 5-4, 7-9. Этот участок самый густонаселенный в округе депутата Михаила Савина. В рамках проекта здесь планируют демонтировать старое оборудование, установить малые архитектурные формы для детей разного возраста, детские спортивные игровые комплексы, качели, песочницы, урны и скамейки, заменить бордюры. Площадку хотят сделать пригодной для отдыха людей всех возрастов. И, конечно же, для моих любимых и уважаемых бабушек, пенсионеров здесь тоже будет зона отдыха, которую мы не только благоустроим благодаря тому, что здесь можно будет отдохнуть, но еще и, значит, озеленим достаточно активно. Здесь будет под все малоархитектурные формы положено резиновое покрытие, вот, и проложены новые дорожки. То есть посажен газон, новые насаждения, вот, двор будет закрыт, значит, от стихийной парковки. Новый критерий проекта вам решать информационное сопровождение в соцсетях. Оценивать проекты благоустройства будут по публикациям, репостам и лайкам. Чтобы инициатива прошла этап онлайн-голосования, необходимо набрать не менее 300 голосов. Также свои баллы выставляет и экспертная комиссия. В проекте появилась и новая номинация – «Молодежная политика». Приоритеты даются работам по благоустройству спортивных дворовых площадок и общественного пространства. Дополнительные баллы получают сразу номинация «Молодежная политика», «Спорт для всех», но это массовый спорт, детские площадки и общественное пространство. Если эти проекты будут представлены и защищены успешно, и сумма финансирования их составит меньше 50% предусмотренного финансирования области, например, на 20 миллионов область должна участвовать, то они вообще без конкурса допускаются. Проголосовать за проекты инициативных горожан можно на страницах депутатов в социальной сети ВКонтакте. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.